Тема нашего урока – виды торгов. Аукцион. Начальная цена фиксирована. Нет специальных условий, участвовать может любой. Побеждает тот, кто предложит максимальную цену. Повышение цены с определенным интервалом называется по-другому шаг аукциона. Конкурс. Главный фактор победы – это выполнение условий. Цена может быть менее важна. Нет шага аукциона. Аукцион в секции аренда – самые важные моменты об аукционе. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организаторы аукциона обязаны обеспечить участникам возможность принять участие непосредственно самостоятельно или через своих представителей. Аукцион проводится путем повышения начальной минимальной цены договора. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной минимальной цены договора. В случае, если после траекторатного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить шаг аукциона на 0,5% минимальной цены договора. В случае, если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Если победитель аукциона уклоняется от заключения договора, то участник, сделавший второе предложение, обязан заключить этот договор. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие, организатор аукциона обязан заключить договор по цене, которой предусмотрены заявки на участие в аукционе и аукционной документации. Имущество, которое выставляется в аренду, в обязательном порядке должно проходить оценку специализированной организации. По-другому мы называем отчет оценщика. Это у нас регламентируется 135-м федеральным законом об оценочной деятельности.